В этих местах исчезают люди, горят даже камни, а из недр горы то и дело появляются шаровые молнии. Был даже случай, когда человек вспыхнул как спичка, но что поразительно, вся его одежда осталась целой. Но как это возможно? Привет, вы на канале НСК Шоу и это Тайны Синей Горы. Склон бешеных молний. Неопытному туристу покажется, что места здесь тихие, но ощущение это, конечно же, обманчиво. Самым опасным местом гряды считается урочище Синяя Гора. Именно здесь чаще всего появляются шаровые молнии. Каждый год фиксируются сотни этих странных электрических образований. Причем они появляются как во время грозы, так и в ясную погоду. Ведут они себя крайне необычно. Часами передвигаются по воздуху на высоте около одного метра над землей по одним и тем же, словно утвержденным кем-то маршрутом. Чаще всего они двигаются в сторону северо-востока, к Саратовской области. И прожигают насквозь стволы деревьев, которые преграждают им путь. И действительно, на стволах деревьев на склонах Синей Горы можно видеть выжженные круги. Другие деревья стоят как бы выжженные изнутри, а у третьих обуглены верхушки. По следам молний можно даже рассчитать размеры, так скажем, огненного шара. Самая большая шаровая молния достигала размера в два метра диаметром. Но старожилы говорят, проходя сквозь людей, эти же молнии не причиняют никакого вреда. Правда, иногда шаровые молнии залетают в дома сельских жителей и даже становятся причиной пожара. В старину люди считали, что гора сама порождает огненные шары. Они в прямом смысле слова вылетают из чрева, из-под земли. Дело в том, что под грядой есть целая сеть подземных пещер. Причем некоторые из них имеют круглую форму. Словно порода насквозь прожжена шаровыми молниями. Но вот вопрос, а такое вообще возможно? Тайны медведицких пещер. Пещеры под доном медведицкой грядой действительно есть. Это сеть природных образований, которая, очевидно, претерпела ряд изменений. Люди, издревле скрывавшиеся в них, приспосабливали их залы и ходы под свои нужды. А часть тоннелей просто продолбили. Спускавшаяся под землю в начале 20 века отважная монахиня одного из местных монастырей рассказывала краеведам, что череда ходов и тоннелей вела раньше до самого города Серафимовича. То есть проходила под землей почти 50 километров. В этих пещерах разбойники якобы схоронили два золотых клада, а сквозные отверстия в горе использовали, чтобы подавать друг другу сигналы. Подобное могло происходить только если пещеры действительно были абсолютно прямыми, с ровными стенками, которые к тому же хорошо отражали бы свет костра. Во времена Екатерины II эти места были заселены немецкими переселенцами, которые использовали пещеры для хозяйственных нужд. Во время гражданской войны в пещерах скрывались отряды белогвардейцев во главе с командиром Иваном Бородой. А после установления советской власти там обосновались многочисленные беспризорники. Но после того, как работники ОГПУ повылавливали всех юных жиганов и карманников, входы в пещеру были взорваны. Во время Великой Отечественной войны пещеры снова дали о себе знать. Проходы открывались во время рытья окопов. Советские саперы решили это кардинальным способом. Они их просто взрывали. Сохранился рассказ о том, что в 1942 году в пещерах осталась группа местных подростков, которые заблудились накануне. Несколько пещер открылось во время дорожных работ в конце XX века. Однако они были засыпаны обвалами. Исследовать их невозможно. Тем не менее, молва сохранила рассказы о том, что уже после войны пещерами пользовались цыгане-конокрады. Это означает, что под грядой до сих пор сохранились большие тоннели, через которые можно провести даже лошадь. О том, что на гряде идет какая-то непонятная активность, свидетельствуют странные камни, которые находятся повсеместно. Снаружи они выглядят как обычные булыжники. Но изнутри они полые и как бы выжженные. Есть здесь и еще одна тайна, о которой местные жители рассказывают с ужасом. Это случай самовозгорания пастуха Юрия Мамаева, который в один миг вспыхнул словно спичка. Но что поразительно, вся его одежда осталась целой. Свидетелем этого происшествия стал другой пастух. А суд-медэксперты так и не поняли, что произошло на самом деле. Сейчас на месте странной смерти установлен памятный знак. Встречаются на гряде проплешины различной формы, на которых не растет трава. Одни из них имеют восьмиугольную форму, другие треугольную, но большинство бесформены. Местные контактеры верят, что это места приземления космических кораблей-пришельцев. Они рассказывают, что в начале 1990-х годов треугольные НЛО не только изрядно потрепали нервы местным частям ПВО, но и приземлились в районе Синей горы. С местом приземления неопознанного треугольного объекта связывают исчезновение травника из Абинска, Николая Хлебалина, а также исчезновение уфолога-исследователя из Башкирии. На гряде случаются и более странные вещи. Люди здесь на время исчезают, как бы теряются, а потом возвращаются домой, рассказывая, что бывали в другом времени и видели старинные поселения. Если у вас есть часы, на гряде они могут отстать, уйти вперед или остановиться. Исследователи отмечают, что в районе гряды слишком часто барахлит электроника, глохнут машины и не работают компасы. Разгадка возможна? Изучать эти места стали еще в 18 веке. Как рассказывают авторы фильма «Тайна бешеных молний» режиссера Алексея Артемьева, при Екатерине Великой сюда приезжал естествоиспытатель Петр Симон Палас. Однако разгадать загадку Синей горы он не смог и уехал ни с чем. В 19 веке сюда приезжал физик Порфирий Бахметьев, занимающийся проблемами ферромагнетизма. Но он тоже уехал ни с чем. С 1920 по 1930 годы систему пещер исследовал местный краевед Пищилин. Он неделями пропадал под землей, тщательно документируя исследования. Однако его тетрадки не сохранились. Возможно, пропали во время Великой Отечественной войны. А в 1970-х годах сюда была направлена экспедиция МАИ, во главе со знаменитым уфологом Феликсом Зигелем. Но ее исследования были засекречены. Современные геологи указывают, что медведицкая гряда лежит вдоль тектонического разлома. Возможно, именно близость подземных недр обуславливает частое появление здесь шаровых молний. Кроме того, геологи отмечают высокое содержание железа в местных породах. Оно может проводить электричество из глубин планеты. Выходом природного железа на поверхность ученые объясняют и появление прогалин, на которых не растет трава, и брахлящие компасы, часы и электронные приборы. И здесь стоит вспомнить долину Хэс-Дален в Норвегии. Эта долина находится в 120 километрах от Тронхейма. Условия в ней очень схожи с Синей горой. В Хэс-Далене есть множество шахт, в которых раньше добывали медь, цинк и серу. Сейчас долина – это место паломничества контактеров, которые приезжают посмотреть на шаровые молнии, часами летающие по небу. Их так много, что местные прозвали их «огнями Хэс-Далена». Ну и, конечно же, пытаются высмотреть НЛО. Норвежские ученые изучали Хэс-Дален с 1984 года. А с 1998 года в долине находится научная станция, оборудованная современной аппаратурой. За это время ученые классифицировали НЛО. И сделали открытие, что лучи, исходящие от НЛО, и шаровые молнии, которые летают у Земли, полностью стерилизуют ее поверхность, как бы убивают бактерии. Единственный вывод, к которому пришли норвежцы, это то, что появление НЛО в Хэс-Далене обусловлено подземным электричеством. Шаровые молнии возникают в результате действия сильного электромагнитного поля, которое появляется при взаимодействии двух берегов реки Хэс-Ие, один из которых играет роль анода. Его породы содержат цинк и железо, а второй берег – роль катода. Его породы содержат медь. Воды реки Хэс-Ие играют роль электролита. Возможно, что и на Медведицкой гряде есть что-то подобное. Например, два берега реки Медведицы, вдоль которой и лежит таинственная гряда, тоже могут работать, как анод и катод. Поэтому недра Синей горы то и дело порождают шаровые молнии, плазмоиды и другие неопознанные объекты. Увы, наличие железа в породе и берега реки Медведицы, выступающие в роли батарейки, объясняют не все. Нет объяснения исчезновения людей, нет объяснения галлюцинациям, самовозгоранию бедняги пастуха, а также кругам без травы, которые каждый год появляются в новых местах. Возможно, конечно, что часть загадок каким-то образом связана с радиоактивным газом радоном, который выходит из недр холмов. Ведь недаром на гряде есть множество родников, в которых содержание радона выше нормы в пять раз. Так что тайны Синей горы все еще не разгаданы. И, конечно же, ждут новых энтузиастов-краеведов и ученых. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока!